Всем привет! Меня зовут Грифон. И сегодня я начинаю прохождение игры Властелин колец. Война на севере. Сразу нам дают выбрать из трёх персонажей. Гном, эльфийка колдунья и человек следопыт. Ну, выберу следопыта из Дуны Дайна. Начать игру? Да, начать. Немало песен спето Великое Войне Кольца. Немало легенд сложены о ней. Все помнят и чтут имена героев. Гэндальфа Серова, Арагорна, Хранителя Фродо и Недаром. Однако рука Саурона дотянулась не только до земель Гондора и Рохана. Его прислужники сотворили бы немало зла на севере Средиземья, если бы им не преградила путь горстка отважных бойцов. Они тоже достойны войти в легенды. Одна из таких легенд начинается здесь, в городке Бровар, недалеко до того, незадолго до того, как сюда пришёл Фродо. Арагорн? Эрадан, рад тебя видеть. Да ещё вместе с Эльфикой, Гривенделл и гномом из Эребора. В горцующем пони такую компанию нечасто встретишь. В последний раз, что я вас слышал, вы были на броде? Да, вести невесёлые. Этого я и боялся. Рассказывайте, что случилось, только потише, кругом полно враждебных ушей. Три дня тому назад на стражу в самом Гибире напали девять чёрных всадников. Держитесь, следопыт! Мы не выстояли, и враги ворвались вшир. Дело хуже, чем я предполагал. Всадники этим неизвестны. Они из Мордора. Наши не могли выстоять против всей девятки сразу. Очень плохо. Мы бились, как могли. Однако они распространяли вокруг себя неодолимый ужас. Тебе следует знать ещё кое-что. Послебой один из черных всадников встретится со своим союзником, жестоким и могущественным. Я призывал горных орков, как и приказывал наш властелин. В руинах древнего Форноста уже собирается моё войско. Немедленно возвращайся и готовь своё войско. Скоро оно нам понадобится. Мои орки будут готовы. Эти земли слишком долго жили в мире. Вскоре они испытают на себе гнев тёмного властелина. Если этот Агандаур собирает войско в Форносте, значит положение становится ещё более отчаянным. Отчего враг обрушил столь великую мощь на землю полуросликов? Они ведь ему не опасны. Могу сказать одно. Некий хоббит и Широ скоро явятся сюда, с тяжкой ношей. Если этот хоббит падёт от руки врага, нам всем конец. Теперь этот хоббит бродит по дорогам, где кругом враги. Мне надо найти его прежде них, а ваша помощь мне нужна, чтобы обеспечить его безопасность. Ты мой вождь, и я с радостью выполню всё, что ты прикажешь. Ага, я тоже с вами. Мы все трое думаем одинаково. Чем мы можем помочь? Нужно предотвратить угрозу со стороны врагов, собравшихся под Форностом. Отправляйтесь туда и сделайте всё, что в ваших силах, чтобы взгляд врага был обращён на вас. Быть может, нам помогут. Насколько мне известно, Элодан и Эллорохир сейчас на севере и большое скопление врагов. Это хорошо. Нам не найти лучших союзников, чем сыновья Эллоро. Надеюсь, что мы встретимся. Но как бы то ни было, врагу будет чем заняться. Мы об этом позаботимся. Новое задание Форност. Бровар. Так, это у нас экипировка. Торс, стрельба. Изношенный в битвах длинный меч. А тут ничего нет. Изношенные ботинки, предметы. 40 стрел. Навыки. Хитрость, уклонение. Мощный выстрел. Характеристики. А, вот задание. Отправиться в разрушенный город Форност. Выполнены обучающие. Так. Можно кое-что спросить, Арагорн? Чшш, здесь в Броваре никаких Арагорнов, только следопыт-странник. А как насчет того человека, который встречался с черными всадниками, Агандаора? Какой-то из слуг темного властелина и, судя по имени, довольно опасный. Его присутствие на севере очень не кстати, но я рад, что вы о нем узнали. По крайней мере, мы предупреждены. Эти твари, которые на нас напали у брода, черные всадники, я таких никогда раньше не видел. Кто они такие? Вы не знаете, кто их такие? Во многих легендах и преданиях говорят они, говорят шепотом. О девяти кольценосцах, самых страшных и грозных слугах врага. Агандаор не был призраком. Он выглядел как человек, исполненный злобой и некой темной силой, но все же человек. Однако, что за человек согласиться служить темному властелину? Темному властелину служат не только орки и призраки. Немало людей, живущих под этим солнцем, приняли его власть, добровольно или по принуждению. Что ты можешь рассказать мне о фарносте? Много веков назад фарнос был великим городом, столицей Донадонского королевства Арнора. Но потом его захватил король-колдун. Люди Гондора и Арнора объединились и изгнали захватчика. Однако фарнос так и не был отстроен. Этих руин многие боятся и поныне. Броверцы называют их мертвецким валом и стараются не бывать в тех местах. Так что лучшего места для наших врагов, где можно втайне собрать войско, и не найдешь. Так значит, Агандаур сделал неплохой выбор. Мы отправимся в фарност и сделаем все, что в наших силах, чтобы нарушить его замыслы. Так, больше ни с кем тут поговорить нельзя. Теддер изгородник. А вы кто? Да вы не из местных. Вас там не и надо. Не хотите поразлишься невинной детской забавой? Заодно и денег выиграть, если повезет. О какой забаве идет речь? Да так, просто игра в загадки. Я ужасно люблю загадки, но у нас в городке все мои загадки уже известны. А вот с вами может быть интересно. Игра в загадки мне знакома. Но при чем тут деньги? Все очень просто. Вы ставите на кон деньги. Я вам загадываю загадку. Если вы отгадываете достаточно быстро, я добавляю к вашим деньгам еще столько же. Если не угадали, денежки мои. Идет? Хорошо, загадывайте вашу загадку. Или нет, сперва денежки на кон. Сколько вы готовы поставить? Запомните, все что вы поставите удвоится, если только вы сумеете угадать. Так. Надо посмотреть, сколько у меня вообще денег. У меня всего 5 монет. Что у нас здесь? У нас есть другая в городе. Я должен идти. Так. А спрятать оружие нельзя, да? Бровар довольно славное место. Но здешний народ недолюбливает таких, как я. Отто Астарх. Добро пожаловать в Бровар. Я вижу, вы не из местных. Можно у вас кое о чем спросить? Спросить о чем? Сейчас путешественники столько всякого рассказывают. И очень уж часто говорят о войне, о растущей тени на востоке. Местные, зная, отмахиваются, этому все далеко и нас не касается. Ну, что-то я сомневаюсь. Вот вы много путешествуете, наверное, много повидали. Что вы об этом думаете? Стоит ли беспокоиться? Да, беспокоиться действительно есть о чем. Опасность близка. Вот этого я и боялся. Если бы мне только удалось убедить остальных. Но пока придется действовать в одиночку. И что вы намерены делать? Мне хотелось бы вооружить местных жителей. Если придется обороняться, виллы до коле слабые спори. Я пытался говорить гнома-торговца привезти нам оружие, но он отказывается. Но от чего же он отказался? По-моему, он считает, что в нашем городке оружие никто не купит. Говорить не стоит возиться. Быть может, мне стоит с ним поговорить. Да, попробовать стоит. Его зовут Гроф. Он торгует лавки дальше по улице. Наверное, он и сейчас там. Я сообщу вам, что он скажет. Так, новое задание. Предупрежден, значит, вооружен. Поговорить с Грофом. Так. Тут больше ни с кем нельзя поговорить. Вот. Роули Златадор. О, здрасте. Я вас не заметил. Кажется, я витаю в облаках. Скорее уж в грозовых тучах. Вас что-то тревожит? Да нет, ничего особенного. Просто я... Понимаете, я влюблен. Понятно. И кто же она? Я влюблен в Эдону Первоцвет, мою подругу детства. Мне всегда казалось, что мы созданы друг для друга. Но ее отец считает, что из меня толку не выйдет. Он хочет выдать ее замуж за кузнеца Эльмунда Ивника. А девушка согласна на этот брак. В том-то и дело я точно не знаю. Я еще в детстве говорил, что люблю ее всем сердцем. Но тогда это была всего лишь игра. А с тех пор мы повзрослели. И теперь сказать это гораздо сложнее. Расскажите о своих чувствах, пока не поздно. Да и я бы и хотел ей сказать честно. Вот смотрите, этот медальон принадлежал моей матушке. Я хочу подарить его и Доне, как знак моей любви. Но цепочка порвалась. И почтить ее может только Эльмунд Кузнец. А если я пойду к нему, он поможет догадаться, в чем дело, и отказать мне. Ну, это мог бы сделать и я. Да, это... Это должно помочь. Вы не из местных. На вас Эльмунда не подумает. Но тут ведь еще одна проблема. Отец и Дона. Он вечно следит за дочерью. Ни за что не даст мне остаться с ней наедине. Я передам ей медальон и ваши слова. Замечательно. Просто прекрасно. Несите медальон к Эльмунду. Его кузнеца... Его кузнеца напротив. А когда он починит цепочку, отнесите медальон и Доне. И скажите ей... Скажите, что я ее люблю и сделаю все, что у моих силок, чтобы она была счастлива до конца своих дней. Хорошо, я ей передам. Да, и еще одна. После того, как вы с ней поговорите, не могли бы вы вернуться сюда и передать мне, что она ответила. Так или иначе, я должен это знать. Не волнуйтесь. Я принесу вам ее ответ. Так. Ага. Туда нельзя. Пивовар-масленник. Здрасте, Содоро. Я так смотрю, вы следопыт. Ну что ж, мы всем рады. Главное, чтобы гости вели себя прилично. Кое-кто тут в ваших недолюбливает. Но пусть это вас не тревожит. Просто здешний народ подозрительным чужакам. Так чем могу служить? Что вы можете мне рассказать про Бровар? О, Бровар – городок старинный. Вон тут стоит спокон веков. Единственное место на свете, где хоббиты и люди живут бок о бок. Мы привыкли, что мимо нас проезжает много путешественников. Теперь это, конечно, не то. Но постояльцев у меня и сейчас хватает. Расскажите мне о вашем трактире. Наша семья владеет горцующим пони уже много поколений подряд. Столько именно, как кто его знает. Это дела стародавние. Мне говорили, что трактир существует так же давно, как и сам город. Какие новости доходили до вас? Сейчас столько и разговоров, что про южные дела. Говорят, там назревает то ли война, то ли еще какое безобразие. По зеленому тракту, что ведет отсюда на юг, приходят чужаки, которые ищут себе местечко поспокойнее. Мне нужно кое-что раздобыть перед отъездом. Кому бы мне обратиться? Ну, у нас в городке есть лавки и магазинчики. Только, боюсь, большая часть из них вам не подойдет. Попробуйте зайди к Альгару Стараройлу. У него полным-полно всяких диковинок. Вдруг они вас заинтересуют? Это напротив, вон там, на углу. Если вам надо что-то починить, попробуйте зайти к Эльмунду и в Нику, нашему кузнецу. Его кузнеца на нашей... на этой же улице, вот там, на углу. Так, вроде бы тут со всеми поговорили. Чуть-чуть задания понабрали. Так, приквил. У нас миникарта открывается и показано, где союзники наши. Так, а что? Не бочку нельзя разбить? Ничего, что ли? Окей, так неинтересно. Вообще, что-то... Вроде как игра одиннадцатого года. А графика что-то... Серенькая, блёкленькая. Так, это этот торговец. Адельгар Старороял. Добро пожаловать. Всегда рад видеть следопыта у себя в лавке. Вам нужно купить или продать? У меня есть кое-что, что поможет вас заинтересовать. Я даже не рассчитывал найти в Бровере такой тёплый приём. Не стану отрицать, есть у нас и такие, кто предпочёл бы, чтобы следопыты держались отсюда подальше. Но лично я всегда рад их видеть. От следопыта всегда можно узнать свежие новости, не говоря уже о том, чтобы порвести в него что-нибудь интересное. Вы слышали новости? Разные, но ничего хорошего. Похоже, на юге опять неспокойно. На дорогах полно тех, кто ищет новое место, где бы повеселиться. Наши им сочувствуют, но принимать себе целую толпу чужаков не спешат. Необычная у вас лавка для Бровера. Вот и соседи мне всегда говорят то же самое. По-моему, половина Бровера считает меня сумасшедшим. Но я всегда любил старинные предания, приключениях и подвигах. Неудивительно, что я открыл лавку, торгующую оружием, доспехами и всем таким. И что, выгодно это дело? Да уж, какое-то. Но, видите ли, мой братишка был довольно зажиточный хоббит и оставил мне на следствие крупненькую сумму. И это так скорее увлечение, чем настоящее дело. Однако таким, как вы тут, что-нибудь, по-моему, может пригодиться. Посмотрите-ка сами. Боюсь, что дальше будет хуже. Грядут темные времена, темные для всех нас. Помилуйте, вас послушать все так уж ужасно. Лично я стараюсь смотреть на вещи с хорошей стороны. У нас в Бровере всегда было спокойно, и так оно и будет впредь. Ваш покой оплачен чужим потом и кровью. Вы представления не имеете, какие опасности таятся на расстоянии дневного перехода от ваших ворот. Но вы преувеличиваете. Вы тут в Бровере никого не тревожены, нас никто не тревожит. Так уж устроена жизнь. Как вы не понимаете? Ладно, не будем о грустных. Я могу вам чем-нибудь помочь. Так, продать нам пока нечего. Купить. А, вот наши деньги. 252 монеты. А что там 5 показывалось? А, красная, это монет не хватает. Нормальная шапка Броварца. Часть комплекта, верный глаз. Так, ну, покупать я ничего не буду. Так, раз я выяснил, что денег у нас много, пойду-ка загадку попробую отгадать. Сохраняться тут, по-моему, не получается. Только автосохранение. Ну ладно. Так, это я уже. Прощупкаю. Так, у нас с десяти. Идёт. И запомните, отвечать надо быстро. И не дам вам много времени на размышления, когда на кону живые денежки. Готовы? Да. Я служу, загадывайте. Живу, пока горю, догораю и умираю. Чем я толще, тем живу дольше. Кто я? Я сломан. Я сломан. Я сломан. Верный. Я сломан. Верный. Надо же. Верно. Ума вам не занимать, что да, то да. Дадите мне отыграться. Вдвое больше или ничего. Идёт? Ну давай. Хорошо. Вдвое больше или ничего. Загадывайте. Что такое? Чем больше ты их сделаешь, тем больше оставишь за спиной. О, шаги. Верно. Да. С вами интересно поиграть. Ещё разок. Вдвое больше или ничего. Что вам принадлежит такого, чем другие пользуются чаще вас? Ваше имя. Да. Ответ верный. Я смотрю, эти загадки для вас слишком лёгкие. Но давайте ещё раз. Уж тут-то я вас подлавлю. Что настолько хрупко, что его можно разрушить, даже назвав по имени. Тишина. Верно. Разрази меня гром. Нет. С вами я ничего не получу. Ладно. Дайте мне последний шанс. Бежит, а без ног шумит, бормочет. Ничего сказать не хочет. Кто это? Ручей. Да. Я смотрю, вы истинный знаток загадок. Эх, дурень я, дурень. Ни за что расстался с честно заработанными монетами. Ладно. Уговор дороже денег. Вот ваш выигрыш. Спасибо. Весело провели время. Надеюсь, в следующий раз вам повезёт больше. И сколько ж денег? Ого. Было 200 с чем-то, насколько я помню. Больше 100 монет выиграл. Так. Тут у нас кузенец. Эльмунд Ивняк. А, здорово. Следопыт, да. Дайте угадаю. У вас либо заклёпка треснул, либо меч притупился там в глуши, и вам надо, чтобы старина и не выиграл. Эльмунд всё починил. А вы поняли, что я следопыт? Значит, вы должны знать кого-то из моего народа. Знаком? Да нет. Не то, чтобы знаком. Всё же себе на уме. Всё у вас какие-то тайны да секреты. Но я несколько раз имел дело с неким Хадором. Он иногда работает у меня в кузине, а я ему плачу железом и инструментами. Ну уж он-то с молотом и наковальней. Так. Мне нужно кое-что починить. Ну да, прочность. Прочность не на максимуме. Вернулись. Чем могу служить? У меня есть медальон с порванной цепочкой. Как вы думаете, сумеете ли вы его починить? Дайте-ка взглянуть. А работа-то, похоже, местная. Кажется, при батюшке нам делали. Не думал я, что у кого-то из ваших может быть такая вещица. Где вы её взяли? Да это местная работа, броверская. Меня знакомый попросил его починить. Понятно. Ну, починить-то проще простого. Одну звено добавлю и дело с концом. И возьму недорого. Одну серебряную монетку. Ну вот, как новенький. Спасибо. Прощайте, кузнец. Так. Передать медальон и Доне первоцвет. Так. Что там за мужики стоят? Пришелец с юга. Ты острошип, мужик храбрый. Ты с нами хорошо живёшься. Ну, оно бы не плохо, но я не знаю. Не хотелось бы, чтобы пострадали люди. Ну, то есть по-настоящему. Да ты что думаешь, им до тебя дело есть? Главное врывать своё дело с концом. Ну, а тебе следопыт чего надо? Нечего влезать в чужие разговоры. Так что-то у них разговор какой-то недобрый. Мне хотелось бы узнать, о чём заговорили. А это уж не твоё дело, проваливай. Да просто так, любопытно. Это звучало несколько подозрительно. Не лезь не в свои дела, ясно? А то если у кого чересчур длинный нос, так мы его обрезать могут. Ты мне угрожаешь, броварец? Да он не из бровара, он не здешний. С юга он. Появился пару недель тому назад. Знаешь что, острошип, от дураков, которые не могут держать язык за зубами. Нам проку мало. Что, Гарли? Неужто вам нравится, когда вас называют дураком? Хватит на меня обзываться. Здешние тоже не всё время толдычут. Мол, дурак да олух. И неудивительно, что ж торчи тут с ними, но скоро всё пойдёт иначе. Помяни мое слово. Держись подальше от подобных людей. Чего он от вас хотел? Ну, эээээ, да я не знаю. Он говорил, что ему урядут большие перемены. Если кому хватит ему объединиться с его приятелями, то они в конце концов и будут главными. Он бы использовал вас и вонзил бы нож вам в спину, когда минует нужда Держитесь подальше Ну да, и верно Здесь не со мной, конечно, отходится не так, как мне бы того хотелось Но все ж таки это мой город Ничего мне водиться с чужаками Верно говорите, Гарли А теперь прощайте О, даже опыта чуть-чуть дали А, вот он гном, гров Так, а вот она и, видимо, первоцвет девушка Так, кто дальше? Никого, ничего Бедненько как-то Здравствуйте, я могу вам чем-нибудь помочь? Говорят, вы помолвлены с кузнецом А как вы сами к нему относитесь? Чего? Неужели моя помолвка такое важное дело, что она интересует даже незнакомых? Я принес вам весточку, но не могу вам ее передать, не зная, что вы думаете по этому поводу Все это ужасно таинственно, но если хотите знать Эльмонт у меня достойный человек, он неплохо зарабатывает, и мой батюшка нас благословил Но вы не ответили на мой вопрос Что вы об этом думаете? Все говорят, что со временем мы непременно полюбим друг друга, но Эльмонт мне все-таки не по сердцу Но раз так, у меня для вас кое-что есть От Роули Златадора Подарок? От Роули? Но я думала, он... Ой, извините, просто это так неожиданно А что за подарок? Вот этот медальон Он принадлежал его матушке Ой, какая прелесть, но... И я не понимаю, почему он решил мне его подарить именно сейчас А еще он просил передать, что любит вас Роули меня любит? До сих пор? Да, в детстве мы очень дружили, но я думала, что он обо всем забыл Похоже, он говорил вполне искренне Ой, как здорово Ну до чего же здорово Я всегда была без ума от Роули, всегда Бедный, глупый, чудесный Роули Он ждет вашего ответа Ой, передайте ему, что я его люблю И что мы всегда будем вместе Он наверняка будет рад это слышать До свидания, Дона Так За Роули мы договорились Теперь поговорим с гномом Ну, с вашего разрешения, надо сказать, не очень-то вы похожи на кого-то из жителей Бровара Чем могу служить? Мне нужно попросить вас об услуги Услуга? Что за услуга? Мне хотелось бы, чтобы вы привезли в Бровар оружие и продавали его местным жителям Не тяните меня за оборону Оружие для здешнего народа Да они не знают, с какого конца за меч хвататься Может еще бы шмаки и хобби там продавать В прошлом они, возможно, и не нуждались в оружии Но сейчас наступили неспокойные времена Нужно, чтобы им было чем защищаться Да не стану отрицать времена Наступает темный Со всех сторон грозят опасность Но местные в этом ни почем и поверят Разленились от спокойной жизни Не все настолько слепы, чтобы не видеть надвигающиеся угрозы Меня прислал сюда один из местных жителей Есть и другие, кого это тревожит Одного-двух разумных людей недостаточно Чтобы на это стоило тратить время и силы Тут народ простой, миролюбивый Им нужны не мечи, а орала Должны ли прошлые помешать им готовиться к будущему? Нехорошо будет остановить их, оставить их беззащитными? Ну да, конечно, вы правы Может это не такая уж дурная идея По крайней мере, конкурентов у меня не будет Ладно, попробую Прекрасно Много ли времени пройдет прежде, чем оружие прибудет сюда? Боюсь, что немало До синих горы обратно Путь не близкий А мне еще придется убеждать сородичей, что я не сошел с ума Месяца три, а то и больше Что вы можете рассказать мне о синих горах, о своем народе? Ну, синие горы достаточно богато, хотя железо у нас больше, чем золото Так что мы живем кузнечным ремеслом Потому-то я здесь продаю инструменты жителям Бровара Я дам им знать, когда ожидается у вас благополучного путешествия, Гроф Так, с Грофом тоже поговорили Так что сначала обрадуем Роули Вы вернулись Вы поговорили с Эдоном И что она сказала? Говорите же, не томите меня Ну что ж, Роули, похоже, вы покорили Чудесно, замечательно Я просто не знаю, как вас благодарить Я... ой, походите, совсем забыл Ведь Эльмунд, наверное, взял с вас деньги за починку Значит, я вам должен за починку и за труды Вот, возьмите все, что у меня есть Да ладно? Да нет, оставьте себе Кажется, вам деньги нужнее, чем мне Ну, если вы уверены, что... Спасибо Я всем расскажу, как вы добры и щедры Здешний народ обычно не доверяется, допустим Но теперь у вас в Броваре есть хотя бы один верный друг Надеюсь, вы оба будете счастливы Удачи вам, до свидания, Роули Так, задание выполнено Опыта дали Так, опыта А, вот он, шкала опыта Это, наверное, один, это уровень Ближний бой Воля Так Вы поговорили с Грофом И что он сказал? Он привезет нам оружие Я сумел его переубедить Вы получите оружие Прекрасно Теперь меня беспокоит лишь одно Сколько времени займет доставка А вдруг нам придется обороняться Прежде чем пребудут гном и оружие Может быть, вы мне и в этом поможете То есть Судя по вашему снаряжению Вы не новичок в военном деле Если вам случится, скажем так Добыть оружие, которое вам ни к чему Не могли бы вы принести его мне Я заплачу Хорошо, буду иметь в виду Прощайте Так И это задание выполнено Дополнительное задание Арсенал Отто Принести Отто Астеру Лишнее оружие Так Здесь больше делать нечего Куплю-ка я на всякий случай Еще Парочку зелий А у него походу нету, да? Зелий Вот зараза Ладно А у трактишщика А с трактишщиком, по-моему, нельзя было торговать Ладно Попробуем так Почему тут Бровар? Вот по-английски вроде и в книге и фильмы называли Бри Даже по-английски слышно, что Бри Почему перевели как Бровар? Вообще непонятно Так Ну, перейти Ага Это Бровар Описание Бровар это отдельное, но очень важное поселение к западу Туманных гор И к востоку от Шира Ох ты Сколько тут Описание пока отключим Так Это то, что нам открыто Так, что там Бровар стоит на перекрестке двух дорог Большого Восточного и Северного трактов Поэтому уже 3000 лет здесь останавливается множество путников Это единственное поселение, где люди и хоббиты издавна живут бок о бок Бровар знаменит своим старинным трактиром Горцующий Пони Некогда славный город Королевства Арнора Форнос тысячу лет назад был захвачен ангмарским королем-колдуном, которого в свою очередь изгнали оттуда войска Гондора Однако Дунедайн так и не восстановили Форност после войны С упадком Северного Королевства город был заброшен Этих руин многие боятся и поныне Броварцы называют их мертвецким валом Ходят слухи, что там водятся призраки Лишь следопыты осмеливаются бывать в тех краях Что за легенда? Так, это курсор, цель, ключевой объект, доступная область Понятно Отключаем, отключаем Перейти Мы пришли в Форност, но врагов я пока не видел В этих руинах может скрываться целая армия Быть может за нами уже наблюдают враждебные глаза Ну что ж, мы явились сюда, чтобы отвлечь их от Арагорна Почему бы не пойти через парадный вход? Это их точно отвлечет Так, предметов у нас Нету ни черта Так, путь закрыт Не надо нажал случайно, извиняюсь Найти и уничтожить бойцов Так Ну, первая серия, как всегда, знакомительная Поэтому Изучать Форност Да, карты нет Изучать Форност я начну с следующей серии Ну, пока всем спасибо за просмотр С вами был Грифон Ставьте лайки, подписывайтесь Пишите комментарии И до скорых встреч Продолжение следует...